Добрый день, дорогие телезрители! В эфире позитивная передача Куншуа в прямом эфире. Сегодня у нас 16 ноября, осень не повод для грусти. Положите в нее свою мысль, капельку настроения, радость души и море позитива. И обратите внимание, какими красками заиграет этот мир. Не переключайтесь, все самое интересное и познавательное в течение 50 минут. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! И сегодня я с большим удовольствием хочу представить вам наших гостей в студии с дворового клуба Шаббет вместе в лице руководителя Ларисы Григорьевой. И я хочу представить и других участников сегодняшней передачи. Это Утиниазова Айнур, руководитель кружка рукоделия клуба Шаббет. Блауса Беркзе, ее воспитанница. Также у нас Айкун Шакиева, руководитель Домбрового кружка, вместе со своими воспитанниками Блауса Беркзе, Жексен Ернур. И здесь у нас мальчик Размир Садыков, Лариса Григорьевна является руководителем его, Ева Вражбик вместе со своим руководителем Галины Вологиной. Они представляют кружок «Звездочка» вокальный, как мы правильно поняли. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Как ваше настроение, ребята? Ну, отличное настроение, наверное. Настроение хорошее? Хорошее, отлично. А у тебя? Да, хорошее. У всех все отлично. Мы очень рады сегодня вас видеть в хорошем таком расположении духа. Я надеюсь, что вы сегодня поднимете настроение и нашим телезрителям, потому что каждая встреча с вами – это такой позитив, заряд бодрости, энергии. Ну, надеемся, что мы и сегодня будем тоже позитивны для всех уральцев. Всем уральцам, конечно, большой-большой привет. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. И думаю, что наш творческий коллектив и взрослые дети внесут, наверное, нотки такие позитивные, нотки хорошего настроения в это обеденное время для всех, для вас. Спасибо, Лариса. Ну вот, когда говорят о дворовом клубе, сразу приходит в голову цокольный этаж, подвальное помещение. Это стереотип или реальность в наше время? Как сейчас выглядят дворовые клубы? Давайте вначале расскажите нам. Ну, давайте так расскажем. Что собой представляет на сегодняшний момент. Вы немножко угадали, конечно. Раньше половина нашего коллектива работала в детском дворовом клубе «Арай». Вот на самом деле это был стереотип. Это подвал, это такое невзрачное помещение, где сырость, где мало света. Ну, много детей. Но вот видите, времена меняются. Если раньше мы приходили в гости к вам как «Арай», то теперь мы пришли к вам в гости как «Шабыт». То есть несколько сотрудников нашего коллектива теперь работают в клубе «Шабыт». И могу сказать, что и в «Шабыте» с сентября месяца, скажем так, сменился практически, стопроцентно сменился творческий состав руководителей. К нам пришла Галина Владимировна. Теперь она вокальный кружок ведет. К нам пришла Айкун Жигалтаевна. Теперь у нас есть дамбровый кружок и кружок рисования есть. Ну, Айнуш Сериковна всегда на высоте, она всегда прикладное творчество. Вот видите, сегодня какие замечательные работы вам принесла. Ну, сама расскажет, конечно, сами они расскажут, что такое детский дворовый клуб, вообще детский дворовый клуб. И насколько востребована сейчас работа дворовых клубов? Ну, то, что востребована она, естественно, стопроцентно востребована, потому что многие дети хотят заниматься в кружках, хотят просто приходить играть, родители просто хотят привезти там. Ребенка оставить, вот играйся, вот рисуй, вот занимайся чем-то. Сами уходят по своим делам. Я думаю, что дворовые клубы это нужное, реально нужное и полезное направление. Да. Спасибо. Давайте теперь познакомимся поближе и с другими сегодняшними участниками передачи вашего клуба. Но для начала хочу, дорогие телезрители, напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Средства связи указаны на ваших экранах. 28-58-69, это номер прямого эфира и номер WhatsApp 8700-028-58-69. Я думаю, что сначала мы предоставим слово, наверное, вам. Айнур Сириковна, вы являетесь руководителем кружка рукоделия. Как мы поняли, в вашем клубе работает много кружков. Здесь может, значит, ребенок придя, может найти себе занятие по душе, увлечение вернее. Совершенно верно, да. Что ему больше по душе, играть на думбре, петь песни или же заниматься рукоделием. Вообще, я считаю, что клубу Шабытова с руководителем повезло, потому что они все такие творческие, все разнообразные. Допустим, Айнур Сириковна, она может и рукоделие, детей научить рукоделию. Она может научить детей шитье на машинке, швейной машинке. Она может научить их играть на дамбре тоже. А может также петь с ними, позаниматься. Да, может и стихи читать. А может с ними на футбол сходить. Айнур Сириковна, вот смотрите, она тоже. У нас и прикладное творчество замечательное, вообще мастерица. На дамбре, вообще, я считаю, профессионала она дамбровой. Помимо этого она ведет у нас кружок рисования. Вот видите, как бы два несовместимых таких направления, игра на инструменте и рисование, но все в одном человеке сочетается. Галина Владимировна, только сейчас я заметила, все мы как-то любим, наверное, прикладное творчество. Галина Владимировна тоже может вести кружок прикладного творчества, тоже с детьми поделками заниматься. Но основное направление это все-таки вокал, это сольное пение, это групповое пение. Это воспитание дисциплинарное, чтобы все себя строго вели, чтобы все себя хорошо вели. Ну и главное, наверное, вы со мной согласитесь, это любить детей, да, самое главное качество, какими бы талантами ни обладал человек, но если у него нет такой любви к детям, то я думаю, что не место в вашем клубе. А я сейчас вижу, насколько руководители так относятся к своим детям, любя, заботы такой, особой заботы. Вот действительно это очень приятно и радует. Ну вот видите, вот сидит и дышит, как паровоз. Потому что волнуется. Я даже слышу сейчас дыхание. Не волнуйся, Радмир, все хорошо. И тебе сейчас слово дойдет, ты пока настраивайся. Хорошо? Пожалуйста, Айнур Севериковна, расскажите нам о своем кружке, в каких вы достигли высот, мы видим у вас такие красивые работы. Спасибо. Мадин Ягарту Брлестыгыне криберсы, Ардагер клубы деп, осында это баллар, мен, ну, 22 баллараула клубы бар, Калабойнша. Это дети сами сделали? Да, балларын кузерны, кулдарынан жасағаны. Был эмблема, 24 баллараула клубы, Калабойнша. 24 балларовых клубы у нас в Сахарбурде, и вот каждого клубу. Это эмблемы, да. Все это эмблемы. У всех своя эмблема. У всех свои эмблемы, все. Подарк на 30-летие мы с детьми делали, сами делали дети. А вот недавно тоже делали с фомеранга материала 30-летие КПО. Год детей, эмблема тоже. И вот такие картины делаем тоже с фомеранга. Красивые такие. Скажите, пожалуйста, Айна Русельковна, а какая польза, особенно детям, занимаясь такой работой, что в первую очередь получает ребёнок? То есть какие качества развивает в себе? Ну, мы знаем, что это развивает мелкую моторику. Ну, а ещё какие бы вы плюсы могли перечислить? Баллар, Бунанда, мелкий моторик хорошо развивается. Во-вторых, это как-то, ну, цвета, развлечения цвета. Усейческая, короче, сидит, чтобы никуда не уйти. Вот это до конца доделает картины. Вот такие хорошие фантазии. Фантазии их, такие качества получают. Спасибо. Ваша сегодня воспитанница была Уса. Расскажет нам тоже о себе? А это Уса? Или стесняется она? Стесняется. Ну, Анар Сирикова, наверное, сама про неё расскажет. Это, наверное, самая такая у неё активная участница. Да, сейчас она просто в прямом ухе такая спросная. Да, с утра приходит, каждый день. Это можно понять. Каждый день приходит. После школы, до школы она приходит к нам. Она занимается целый год. В любое свободное время старается прийти к нам. Ей нравится. Талантливая у нас девочка. Да, Блоса? Ну, вот вы расскажите. Вот они вот недавно ходили, мастер-класс проходил в Центр семьи, Центр адаптации семьи. Баса. Центр от Баса. Учили взрослых женщин шить модные такие сумочки, которые шопперки называются. Да. Шили они на швейной машинке. Так вот, многие женщины, они вот как Айнур Сирикова рассказывают, они говорят, даже не знают, как к швейной машинке подойти, как что делать. А вот Блоса, она всем им подсказывала, как нитку вдевать, как правильно строчить. Сама села быстренько, тоже построчила. На следующий день... Блосе можно ходить на мастер-классы. Научишь нас тоже? Крестик включить. Вышивать. Крестиком. Ну, стеснялся. Стеснялся. Хорошо. Давайте следующее слово теперь вам. Пожалуйста, Айткун Шакеева, руководитель Домбрового кружка. Расскажите нам. Мы, Носу, Ирмин, Житикши, Айканжа Алтайгаза. Вот я скоро, недавно только перевелась, вот, клуб Шабут. Я до этого тоже работала. Я давно работаю тоже, с 2003 года. У нас ансамбль, название Мурагир. Ко мне дети ходят, это мои дети. Вот, например, Ярнур у меня приходил прямо с шести лет. Он даже не знал вообще. Первый раз держал Домбру. И, мы учили его. Сейчас он прям хорошо играет. И, Мадина тоже. Иринемыз клубта, артырлы. Күйлер иринемыз енді. Бала, жалпы, қазақта... Устапай, конкурс, устапайлы. Балылар жалпы, енді, тек қана, иринеме, жалпы Домбранын, қазақтың ұлттыға сыпамыз, өзіміздің осы ұлттыға сыпамыз, өзіміздің осы ұлттыға сыпамызды ұстап, оны ириніп, біздің атадан балаға жалғастық татқа мұра ғойын бұл енді. Сол мұраны біз енді ұмыттырмай, өзіміздің орындауыңызда, өзіміздің орындауыңызда, сейтек түңге етқай бастар орындап береді. Мұл тесігіріп. 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 Мұл тігіріп. Мұл тесігіріп. Мұл тесігіріп. Мұл тесігіріп. Мұл тесігіріп. Мұл тесігіріп. Выступает много творческих коллективов. Ждем всех на концерте. Каждый ребенок, вот мы хотим показать, каждый ребенок, чтобы показал свой номер. То есть всех талантливых детей на концерте хотим выставить. Калина Владимировна, а насколько талантливы ваши дети именно по вокалу? Насколько они сильны? Где они так же выступали? И какие уже получили награды? Я еще раз хочу сказать всем добрый день. Добрый день, Лаура. Добрый день нашим уважаемым телезрителям. Мы вновь к вам пришли в студию и хотим рассказать. Я вот вернулась в детский дворовый клуб Шабыт, руководителем вокального кружка. Мы как-то к вам в гости приходили. Ансамбль «Звездочки». Нам исполнилось тогда три года, и вот мы к вам приходили в гости. Мы вот сейчас, опять я вернулась в детский дворовый клуб Шабыт. Ребята все опять ко мне вернулись. И мы... Я считаю вообще, что неталантливых детей не бывает. То есть каждый ребенок талантлив. Только нужно этот талант раскрыть, нужно найти подход. Я, конечно, не хочу быть, ну как, немножко себя хвалить, но я люблю свою работу. Я стараюсь подходить к каждому ребенку творчески. И в каждом ребенке действительно раскрыть, чтобы эта звездочка поднялась высоко в небо и засветила. Так этого хочется мне. Потому что каждому родитель, переводящий своего ребенка, тоже в нем... Ну, детей плохих, я считаю, не бывает. Нужно действительно достойно его воспитать, этого дитя. Ну, должен быть соответствующий подход. То есть все зависит от взрослых. Как мы взрослые будем к своему ребенку относиться, как мы педагоги будем относиться к своим детям. Что мы будем показывать этому ребенку, то из него, я думаю, что и выйдет. И в каждом ребенке, вот у меня ходят дети, группа большая, и у меня коллективов много. Мы в гости приходили с другим коллективом. Вот сейчас я пришла с одной из своих воспитанниц, да, Ева Вражбит. Вот я хочу ей передать микрофон, и пусть она немножко расскажет. Расскажет о себе, Ева. С каких пор ты ходишь в клуб шабы? Что тебе там нравится? Меня зовут Ева. Мне очень нравится петь, танцевать. Я состою в ансамбле Галины Владимировны. Мы поем и танцуем, но больше всего мы танцуем. Ну, в общем, мне очень нравится туда ходить. Но помимо этого, у меня есть свои увлечения. Я хожу на танцы и увлекаюсь казахским. На танцы я хожу уже долго. На бальные танцы я хожу уже давно. И хожу я туда уже на протяжении шести лет. Ева, а кто у тебя преподаватель? Преподаватель у меня Ирина Павловна и Тимирлан Булабекович. Ева у нас ездит по фестивалям, на конкурсы ездит. Мы также со своим ансамблем ездили тоже на конкурс. И мы на фестиваль ездили. Ребятам очень понравилось. Этим летом мы ездили. Ну, ребята у нас приходят разных возрастов. И увлечения у каждого свои. То есть кто-то увлекается спортом, кто-то шахматами, кто-то водным спортом, кто-то играет на скрипке, вот Ева бальными танцами. Есть девочка у меня, увлекается каратэ. Но нас объединяет песня. Мы приходим вот в один ансамбль, к нам, к вокальную группу, и поем, учим, разучиваем песни. Любят, конечно, дети. То есть сначала мы, когда разучиваем, естественно, нужно показать свое творчество. Любим мы выступать на разных различных концертах, на мероприятиях городских. Вот. Молодцы. Ну, как мы поняли правильно, здесь всегда у вас особая творческая атмосфера, опытные педагоги, дети учатся друг от друга. Им самим видны уже горизонты роста, чего они достигли, к чему стремятся. То есть учатся находить обыденное, учатся находить в обыденном прекрасном. Прекрасно. И вот сейчас у нас в студии тоже. Молодой человек. У него дебют, молодой человек, красивый, Радмир. Расскажи нам тоже о себе. Ты, оказывается, прекрасно читаешь стихи у нас. Но сначала давай расскажи, сколько тебе лет? С каких пор ты начал посещать шабы? Ну, можешь сказать, что ты повыше был чуть-чуть. Мне 8 лет, и я хожу в школу. Она мне очень нравится. И я люблю учиться. Она мне очень нравится, потому что мы учим стихи, читаем, считаем. И мне она очень нравится. Ещё я хожу на дополнительную, в Теремок. Там я делаю домашнее и занимаюсь разными занятиями. А какие стихи ты любишь читать? Расскажи. Какие люблю читать стихи? Стих, которые мы с вами учили. А про природу, допустим, или про кого? Или про профессии какие-то, или про Казахстан? Какие тебе больше... Больше по душе всё-таки. Какая тематика, Радмир? Какая тематика? Ну, про природу, про Казахстан и многое другое. Ну, вот почему сегодня Радмир пришёл. Вот возвращусь немножечко к концерту к нашему. Будет он раскроет тайну, да? Концерт будет открываться большим детским литомонтажем. То есть кусочки стихотворений объединены в одно большое такое целое произведение. В этом литомонтаже будут участвовать ребята из всех трёх клубов, которые в концерте заявлены. И Радмир будет, как говорится, представлять наш клуб «Шабыт». Вообще, я скажу так, вот когда я первый раз увидела Радмира, мне очень понравился мальчик так чётко, эмоционально рассказывал. Думаю, какой маленький, а какой эмоциональный. Как всё излагает хорошо. Расскажешь нам, Радмир? Мы ждём, не дождёмся. Хорошо. Какое ты прочитаешь стихотворение? Я расскажу стихотворение про своих друзей и про своих мечтах. И про свою мечту. Давай. Давай. В нём все мечты, надежды и друзья, которых я люблю, которым верю, частицу сердца и души отмерю. И очень счастлив в этом мире я. Вот такой стихотворение прозвучит. Ты очень счастлив, да? Да, очень. А в чём счастье заключается? Как ты думаешь? Когда есть друзья, ты сказал, да? Когда много друзей, хороших, надёжных. А ещё? Ещё когда я учусь, когда я занимаюсь, когда я учу что-нибудь. И мне эти мечты нравятся. А кем ты хочешь? Да, о чём ты мечтаешь? В чём я мечтаю? Чтобы я стал хорошим программистом. Хочешь, чтобы у тебя специальность программиста была, да? Да. Вот, видишь как. Ещё раз скажу, что он говорит, что любит читать, любит литературу, книжки. А ещё он занимается у нас водным плаванием, занимается. Каждые выходные дни он уделяет время бассейну. Ну, всё успевает, Радмир. Молодец какой. Раздевается физически. И спорт, и стихи. Конечно, надо всё совмещать. И такая мечта у него. Мы желаем, чтобы все мечты твои исполнялись. И всем детям желаем этого, чтобы обязательно, непременно, все ваши мечты сбылись. Спасибо. Вот такое сейчас сообщение поступило. Наш сын недавно стал ходить на кружок. Мы благодарны Ларисе. Сын очень увлёкся стихотворением. Развивает в себе талант чтеца. Спасибо нашим телезрителям, вашим родителям. Да, видимо, наши родители уже смотрят передачу. Присылают такие добрые отзывы. Наш эфир продолжается, дорогие друзья. Не забываем звонить к нам, писать по указанным номерам на экране. Ну, а сейчас разбавим немного нашу беседу музыкальной композиции. Дальше продолжим нашу передачу. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше продолжается, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Дорогие телезрители, еще раз напомню, средства связи 285869, номер прямого эфира и номер ватсапа 8700-0285869. Сейчас вот такой вопрос поступил. Есть ли в вашем клубе именно настольный теннис? Хотели бы туда попасть? Да, к сожалению, настольного теннис? Да, к сожалению, настольного теннису у нас в клубе нет. Будет ли в дальнейшем интересуется? Ну, вообще, в дальнейшем по планам, как бы мы уже второй год ждем, когда нам сделают в нашем клубе ремонт, да, потому что как бы заложено все это в смету, все ждем, когда будет финансирование. И вот после того момента, когда нас отремонтируют, то есть покрасят, перепланируют там по-другому, мы надеемся, что у нас будет уже не один большой зал, где у нас, по идее, у нас помещение клуба, оно вроде бы большое, но в то же время маленькое. Потому что там один большой зал, в котором только можно заниматься. И маленькое, да, в основном для танцев предназначен, то есть там покрытие для танцев, все такое, вот есть у нас и танцевальные коллективы занимаются, и наши, и другие ребята приходят, занимаются. Есть вариант, что у нас будет еще один такой зал, еще одна комната для кружковой работы и большой-большой холл такой, вот где мы планируем поставить настольный теннис, поставить телевизор для игр, PlayStation, ну и всякое такое вот, другие интересные штучки там сделать. Поэтому надеемся, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот скоро такое чудо произойдет, и у нас будет и настольный теннис, и надеюсь, что у нас будет, можно будет в отдельном уголке дартсом играть, в отдельном уголке компьютерные игры, в другом уголке настольные игры, в третьем уголке хотим большой сделать такой стенд, где у нас очень дети любят рисовать, чтобы выставку рисунков можно было всегда располагать. Ну и, конечно же, хотелось, чтобы много ярких фотографий, чтобы они были тоже размещены где-то в помещении нашего клуба. Ну, такие вот мечты. Спасибо. Еще тут сообщение. Добрый день, очень интересная передача, руководители большие молодцы, сейчас очень трудно увлечь ребенка чем-либо, и очень хорошо, что есть такие внешкольные клубы. Согласна абсолютно. Следующее сообщение. Я думаю, что у вас очень действительно благодарны родители, которые всегда поддерживают. Вас в любом деле, и приятно, да, что такая вот взаимосвязь с родителями и с детьми. Наши родители, действительно, это наша поддержка. Вот смотря по моему коллективу, родители всегда откликаются на какие-либо подготовка, например, идет у нас к концерту, и родители всегда откликаются на какие-то там наши предложения, всегда помогают. У нас немножко трудности всегда вот в наряде, то есть ребенка выпустить на сцену, и у нас нет костюмов, не пошивают нам. То есть мы всегда обращаемся к родителям, помогите родителям, родители с удовольствием, и шьют костюмы, чтобы ребенок всегда вышел красиво на сцену. И разные вопросы даже вот по угощению, хочется детей тоже отметить, чтобы они вышли где-то, выступили, хочется их, конечно, отметить чем-то. Поощрить. Да, поощрить. Но у нас есть люди, которые неравнодушны, помогают, конечно, нам. Да, вот сразу вклинюсь, да, вот мы готовимся к концерту, буквально два дня осталось до концерта, и вот сегодня тоже для всех, для нас радостные события случились. То есть обратились мы за помощью, за спонсорской помощью в компанию «Фест Риал», то есть это такие любимые напитки для детей, как лимонад, кола, забыла. Сладкие напитки. Да, 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 самый вкусный лимонад, я забыла, как он называется. Я не напомню. И сегодня, да, с утра прям буквально встретилась с директором этой компании, и он дал нам положительный ответ, сказал, да, конечно, я с удовольствием помогу вам сладкими напитками, чтобы дети, которые в концерте участвовали, ну, видите, секрет раскрыла. Всем для них будет, конечно, приготовлено вот такие замечательные подарки. Желаем вам побольше таких добрых и щедрых спонсоров. Да, да, да. Это ведь все во благо, да? Во благо ребят, конечно. Спасибо. Ну, теперь хотелось бы вот Ирнуру сейчас, да, и еще у нас Мадина, чтобы они тоже кратко рассказали о себе. У нас остается буквально 7 минут до окончания эфира. Как видите, время пролетело на одном дыхании. Мадин, расскажите. Мадинчик. Мені аты Мадина, мен 11 жастамын. Мен Шабад Аула Клубының оқушысымын. Мен Айкүн Жағалтай қызынан оқушысы Домбра Ермесіне қатысамын. Мен Шабад Клубына тағы да басқа баллар келгенін қалаймын. Ермейде. Мені аты Мадина, мені жасымын оңда, мен 21-ші мейтепте оқиымын. Мен алты жастам бастап Домбра үрендім. Маған Домбра Ермесі үнайды. АҚАКИЕ КЮ үтіпі самың үлімің? Той бастар, жастар бия, тіпен көк. Мен әқа біoloң үлімің дуке. Мен алтар бастай! Мен лілмі passarалам үлімінің үтіпіні көério. Жасым shortenedдадай үйін ә, мүлімік үшер айтап жып үйетін үйіріпсатçasы. Негі�면 түйлімі апыз поғарда үйсі көнімдесі оқсылдап поляп алқылмала дәргі шугын. Каждый игрок должен играть в Думбру на руке. Хотя он пусть не играет, он должен знать Думбру. Это национальный нашел. Национальный инструмент. Спасибо. Еще тут. Детей на кружок свой. Ну давайте я, наверное, тогда тоже приглашу дорогие зрители, дорогие уральцы. Маленькая такая информация. Для тех, кто не знает нас, мы находимся по адресу улица Курмангазы, 163-1. Это в районе магазина «Школьник». Во дворе есть такое двухэтажное здание, а там уже нас все знают. То есть все желающие? Да, всех желающих приглашаем в наши кружки, приглашаем на мероприятия. Но из кружков, наверное, как вы поняли, у нас есть уже Думбровый кружок, кружок рисования, кружок рукоделия есть. В двух, в трех вариантах у нас есть кружок рукоделия. Вокальное пение есть, есть выразительное чтение. Хотели делать, даже начали мы делать квеновскую команду, начали делать танцевальные моменты есть, танцевальные коллективы есть. В общем, на все вкусы, пожалуйста, будем рады видеть вас всегда у нас в гостях, ваших детей. Конечно же, желаем, чтобы к нам приходили, чтобы у каждого ребенка нашлось по душе занятие в нашем клубе. Ну а всем уральцам, всем уральским детям желаем, чтобы у каждого из них был такой же, как и у нас клуб Шабыт. Спасибо, Лариса Григорьевна. Еще здесь пожелания от Елены Игнатьевны. Клубу Шабыта «Процветание. Успехов в их работе. Сильный, талантливый коллектив». И еще 4 минуты до окончания эфира. Пожалуйста, какие будут еще пожелания, может быть, от ребят? Радмир, давай тебе сначала предоставим слово. Может, ты будешь сидеть, или как тебе удобно? Ну, могу и сидеть. Ну, сиди тогда, говори, только микрофон давай ближе. Да, держи микрофон возле себя. У меня пожелание, чтобы было бы много бы стихов и учить бы их, и чтобы приглашали бы много бы сюда, чтобы рассказывать стихи. Концертов побольше выступать. А всем другим людям, наверное, всем телезрителям мы пожелаем тоже, чтобы они хорошее настроение у них было всегда. Еще пожелаю, чтобы у всех было здоровье, и чтобы все было хорошо. Молодец. Вот, отлично. Ева. Ева, давай микрофончик от этого. Я хочу, чтобы в Шабыте побыстрее сделали ремонт, чтобы все приходили в Шабыт, чтобы все там участвовали. Желаю всем огромного здоровья, и никогда не бояться спрашивать у руководителей какие-то вопросы. Они сейчас как друзья. Они ко всем ученикам приводят индивидуальный подход. Они всегда помогут и, ну, всегда поддерживают в какой-то трудной ситуации. Ну, а привет своим одноклассникам, друзьям, родителям. Хотя бы ручками так помашите немножко. Вот мы здесь сегодня, в прямом эфире. Я передаю всем привет. Я передаю всем уральцам привет. Моей классной руководительнице, всем моим руководителям. А кто классный руководитель? Наталья Владимировна. Школа какая? Школа номер три. А класс какой? Четвертый класс. И всем ребятам, наверное, тоже передаю. Всем ребятам, привет. Спасибо. Спасибо, Емочекам. Какие ваши пожелания? Шабыт балалары Алла Клубының күйірмелеріне барлық балаларды, тұрғындарды шақырамыз. Барлық бала бақытты олсын, балалық шақты лен бақытты. Спасибо. Паша, көрермендер, осы бізді бүгінге еферде көрбатқан, біздің шабыт Алла Клубына балаларымыз қатысып, өнем осындай, әр түрлі шараларға қатысып, түрлі біздің үйірмелері қатысып, өнем осындай, жақсы көңілкеде, балаларыңыз біздің көпқа кесіндеп шақырамын бәріңізді, домыра үйірмесіне шақырамын әрине, мен өзім жақында келбетсімді, сөзінден соу ауданнан балалар бізге үйірмеге келіп жатыр, білері біздің өмірлі үйірмеге келіп жатыр, ну, көрині, әрине, 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 әрине. Я хочу пожелать всем уральцам здоровья, процветания, процветания нашому городу, чтобы больше было детских дворовых клубов, комьюнити-центров, чтоб дети все могли к нам прийти, позаниматься действительно своим любимым делом, чтобы нашли они вот свой, именно свой кружок, вот, ну, кружок нашего вокального пения, мы ждем ребят, приходите, с удовольствием вас примем, хочу отметить, вот мы говорили о всех кружках, в нашем дворовом клубе все кружки занимаются бесплатно, вот, и сейчас у нас в Шабыте такая прекрасная команда руководителей, я пришла, очень рада, под руководством нашей заведующей Ларисы Константиновны Григорьевой, да, это замечательный руководитель, и каждый вот руководитель, с кем я работаю, тоже хочу отметить, все такие добросовестные, доброжелательные. Спасибо, Галина Владимировна, мне сообщает уже время всего нашего героя и стекло. Ну, давайте еще прям 30 секунд, напоминаем, да, напоминаем, что 18 ноября в 16.00 часов, Дворец культуры молодежи, мы всех вас, дорогие уральцы, ждем на наш концерт, творческий концерт детского дворового клуба Шабыт, Айгерим и комьюнити-центра Атамикен, добро пожаловать. Благодарю вас за участие в нашей передаче, еще раз желаю процветания вашему клубу и творческих успехов, благодарных вам родителей и детей. Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу, желаю сегодня и всегда, чтобы вам все удавалось, удачного дня и новых свершений. До свидания и до встречи в эфире.